Я приглашаю для обсуждения экспертов, пожалуйста, профессор Ленинский, профессор Кубежов и Владимир Владимирович Павлович. Что подразумевается под среднеамкулярным отделом? На скотки сантиметра нижняя, скажем так, граница и верхняя граница, чтобы было дискуссия общая. Потому что мы относим к среднеамкулярному отделу, обухоли, которые локализуются в 6-11 сантиметрах от данной линии. Ну вот опять-таки, если мы говорим об одном языке, позволит лицературу подняли, масса есть за поделение, всевозможное. Общепривитым 0, 5, 10, 15. А дальше мы можем уже... Причем очень важно, чтобы это было произведено периодинно. Я хочу точить от нашего понимания. В понимании нашей клиники это выше 6, ниже 12. Выше 6, ниже 12. Пожалуйста, еще вопросы. Я постарался прокомментировать, что мы получили сухие цинквы, взятые из мета-анализа, и они таковы. Можно просто поставить на слайд и показать, что они вот таковы. Но если посмотреть, то они не совпадают. Поэтому еще раз говорю, что сравнивали круглый и зеленый. Группа больных с сохранением заболевательного аппарата, это были, как правило, больные, у которых опуха располагалась выше, у которых, как правило, была меньше. И конституционные особенности пациента, по всей вереятности, было удобно. А вот пациенту, у которых выполнялась просто промежная экстребрация, это опуха, который находится практически на уроке анального канала, это опуха, припространяющиеся на стенке, это те самые ситуации, как бы мы ни говорили о том, что показательность экстребрации прямой кишки является только инвазия опуха, или сфинктера, или обливатора, но мы прекрасно знаем, что у высоких, у мужчин, лучных, экстребрация прямой кишки может выполнена быть не тогда, когда нижнекровую кишку на 5-60 см. Просто в силу технические невозможность выполнения. Это гораздо без специально. Поэтому на морде здесь есть проблема в отборивании пациента. Но все-таки мы с практической онкологией. Что касается практической онкологии... Мы должны что-то услышать, все-таки мы сравнили несравнимое. И мы уехать должны с какими-то, все-таки, понятиями в этом плане. Вы понимаете, о чем же я говорю? Я понимаю, о чем вы говорите, но зная, видя, как вы задаете вопрос, вы сюда и приехали с очень четким пониманием. Если вы хотите услышать наше мнение, я, может быть, не возьму за себя сказать, что называется, за все очередное. А вопрос следующий. Если в ходе выполнения операции мы можем обеспечить адекватное натальную мазарокирование. Это очень важно не то, что вы говорите, а то, что мы делаем, и честно перед своим сотрудниками. Если она адекватная выполнена. Если край резекции, дистальный край резекции, то есть натуральный будет нормально. Дистальные край резекции будут отрицательны. И мы можем безопасно сформировать, я сейчас говорю о нашем мире, циркулярный анастомоз. Мы это будем делать. Если мы до операции знаем, что это не будет получаться, я при беседе с больным буду убеждать его отказаться от сохранения забыкательного аппарата для моих мешков в любой ценах. Поскольку неудовлетворительные функциональные результаты ставят крест на всех наших путей. Пожалуйста. 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 Вопрос в том, что пациенту предлагать 5 сантиметра, конечно, сантиметра не самая граммная, не подрячая роль, но 5 сантиметров не делать, так как невозможно быть циркулярный, невозможно быть циркулярный брак, он стоит уничтожить планом с домом. То есть тема накладки была совершенно неоденна, а не сомнению международной секцией планки есть. Ваш вопрос в чем состоит? Важно в том, почему на 5 сантиметров не совершать, не сделать большинональную секцию и сохранить планом свинка? Либо я не очень ясно использовался, либо мы говорим о разных вещах. Я еще раз говорю, что сохранение самоказательского аппарата в этом решении является такой же важной задачей, как обеспечение радикальности операции. В тех ситуациях, когда мы видим, что это формирование будет разрушено при любом трансональном доступе, за исключением микрохирургии, я не вижу возможностей, которые вам гарантированы, сохранить внутренний наружный спектр прямой кишки и обеспечить адекватным фонусом. Более того, я не включил в это исследование нерандализированное исследование. Так вот, качество больных, перемешивающих брюшно-промешечных экзербаций прямой кишки и неудачные спектросохраняющие операции, качество больных жизни намного лучше в группе больных с постоянной стопой. Нет, зачем сразу неудачные операции? Давайте скажем, что удачные операции неудачные. Да, у нас 50% мы можем. Вопрос в чем? Это извечный вопрос. Так, а на половину пола, на половину пус? Я думаю, что заниматься... Мы очень хорошо знаем работу центра полупрактолога, знаем Вашу работу. Если в центре есть хирург, который говорит желание выполнять эти операции, если у него есть оборудование, которое позволяет оценить функциональное удержание этого операции, если есть аппаратура, которая вы говорите за стимуляцией, и если обеспечить условие, что пациент, когда решили такие операции, будет под наблюдением, ему всегда будет обратиться, но в это надо делать. Так, наверное, это дело. Можно будет исследовать. Вопрос в том, что в количестве ли мы исключаем возможность формирования вот что-то в анализе может при невозможности формирования аппарата? То есть в медицине вообще нельзя говорить, что это категорично? Почему? Спасибо. Спасибо. Еще кому буду задать вопрос? Пожалуйста, Павел Владимирович. Как мне кажется, здесь правильный задать вопрос. Имеет ли право на сегодня брюшно-анальность с избытком, а не с полу-анальному анастомозу? Потому что операция с полу-анальному анастомозу на этом обоих докладах прозвучала в унисон. Операция брюшно-анальная резекция мало чем отличается по функциональной резекции с полу-анальному анастомозу. Но с избытком это драматически разный результат. Вопрос. Можно ли применять брюшно-анальность? Это не вопрос, а я бы хотел, чтобы эксперты выставили все. Вопрос скажет. Применяете ли вы... Последнее, что я скажу, я подчеркнул, что когда мы готовили эту лекцию, здесь был не личный взгляд, здесь была попытка найти данные литературы. Так вот, сравнение. Методик различных в литературе нет. Это все выкладывается в... На границе вообще не оттенка нужна инфекция. Они могут называться лоу-анкреда. Вы можете не повторять, что вы подражаете? Вопрос темы, как можно пополнить ССБ. Пожалуйста, я бы, знаете, что хотел обратиться в зал. Будьте добры, поднимите, пожалуйста, руку. Кто в своей практике выполняет операцию брюшно-анальной резекции с низведением сигмовидной кишки за пределы анального канала. С ССБ, да. Раз, два, три, четыре. Я так понимаю, что все остальные не выполняют такую операцию. Сейчас я бы хотел обратиться к нашим экспертам. Почему все-таки не выполняют такую операцию? Знаете, здесь вопрос. На данной резекции с низведением сигмовидной кишки и оставлением или неконтролируемого неясного оснащения, что, мне кажется, в современном состоянии, и мы тут не уходим в инфекционные, имея вообще неконтролируемую ситуацию как таковую. Поэтому эта операция вообще историческая, как таковая, не идея, не самостоящая, не будет. И не может выполняться, если как-то звучало, как операция отчаяния. То есть наложение по анальному анастонозу, здесь вопрос, мне кажется, достаточно... Есть определенные моменты дискуссии. Человек, который хорошо блокеет аппаратного анастоноза, он может его наложить на любой точке прямой кишки, включая анальный канал. На любой. И наложить достаточно качественно, с достаточно низким процентом идти. Человек, который блокеет с техникой трансонарной рефлексии, может этот же анастоноз наложить ручным способом, добиться оттеновых результатов функционально-аналитичных. Вопросы предпочтений, скорее всего, здесь будут зависеть от хирургических приказов, как такового. У нас предпочтения амороскопические, где предпочтения трансоприминальные. Нет предпочтений трансонарных операций, да? И, в принципе, наложить при среднем ампуляренном раке, я не видел ситуацию, когда нельзя глядеть прямую кишку ниже опухоли и наложить анастоноз аппарат. Я с такой ситуацией пока не встречался. Если встречусь, они есть, тогда мы пойдем на трансонарную рефлексию. Я согласен с вами. Но, скорее всего, это ситуация более низкорасположенных опухолей. Это не то, что стоит у нас тематик. На одной операционном этапе ты уже видишь этого больного. И есть ситуация, когда соотношение опухолей и таза не позволяет со стороны брюшной полости адекватно принести мобилизацию. И ситуации достаточно редко. Согласен. Позвольте нам предотвратиться в нашей клинике, как Полис Александр сказал, мы все должны уйти отсюда с сухим остатком. Мне кажется, что сухой остатком, который мы должны оставить, используя опыт в нашей клинике, он следующий. Наша клиника считает, что наложение полоанального анастомоза из лабораторного доступа аппаратным способом недопустимо. Почему? Потому что, правда, мы наложили анастомоз ниже зубчатой линии, в это время мы автоматически произвели резенцию с унобилизации. Сухой остатком полный удаление. Эта операция органоз сохраняющая не будет. Почему? Потому что зубчатое линия анатомически, она сама имеет свою ширину, где-то около сантиметра полтора, плюс внутренний сфинктр, его граница находится на одном сантиметре выше зубчатой линии. Поэтому, отвечая на вопрос о части лебра Владимировича, как Вы считаете, как нужно закончить данную операцию? Мы считаем, что нужно удалить опухоль, выполнить тотальную безорековую утомию, а в последующем решить вопрос следующим образом. Если мы со стороны брюшной полости можем сделать хорошую резенцию и наложить анастомоз выше внутреннего сфинкта, тогда нужно делать аппаратный анастомоз. Если в данной ситуации мы это сделать не можем, то нужно использовать промежный доступ. Промежный доступ используется для того, чтобы мы выделили слизистую, но провели неполную, а частичную. Я Вас вынужден прививать, потому что мы услышали Ваше выступление, Вы об этом уже говорили. Последний момент. Будьте приятны эксперты, которые должны высказать свою точку зрения. Спасибо. Мы слышали Ваше выступление, мне не нужно повторяться. Будьте добры, Дмитрий Анатольевич. Ваше мнение по поводу брюшной полиции снизведения, но, как часто, Вы выполняете такую операцию? Уважаемые коллеги, мы находимся на более маргинальных позициях. Мы являемся противниками брюшной анальной резерции. Не столько из-за более лучших национальных, то есть даже, сколько из-за значительного количества для них, и чистосложнений, о которых здесь мало говорили. Поэтому для нас вообще операция выбора передней резерции брюшной анальной не стоит. Однозначен передней резерцией, но, тем не менее, 5-6 операций работают брюшной анальной делой. Но они, безусловно, не планируются заранее, как раз связаны с теми техническими сложностями, которыми мы сталкиваемся во время операции. Это уход, еще раз повторюсь, 5-6 операций, и изначально она брюшной анальной разделой, но как за эти деньги. Прочтение бюшной анальной резерцией сведения, мы выполнены еще в 2003 году. Это тот период, который был в году 2003 года, это был страшный период. Я только хочу напомнить о таком осложнении, как не троги сведения, то есть это практически так, который был вновь. То есть это рост для тренинга. Пациенты, которые приводили к развитию абсцентов, размещений, пациенты, которые не отпускали нас ни на секунду, сколько они не стали, чтобы помнить. Замерное пребывание было до месяца, а может быть иногда и больше. Поэтому в 2003 году мы их прекратили выполнять, и если выполняли, то мы занялись только в формировании трансфандарного, полуандарного наслаждения. Деректора, цепля, выгодные функциональные планы, но они так же не есть, и не достаточно. Их так же, что странно много осложнений. И стреклой, и несоциальность гораздо выше, чем при низкой средней резервной резервной. Потому что в последний год мы вообще не управляем. В данных ситуациях, когда, если же, на самом деле, когда речь идет о среднем амбулярном раке, ну, мне кажется, это почти не диспутабельно. Это одна ситуация, где можно отъездить не в старту 99% в случае наложить обычный нормальный амбл. Даже если речный край опухоли будет находиться на 50 мм. Мы забываем, что кишечная шея, она лишена мазоректу. Там принят, и как раз в том месте, где мы можем при среднем амбулярном раке наложить анастомос с аппаратом. Их так же введение, наверное. Все, уважаемые коллеги, мы у нас уже дефицит времени, мы завершаем. С обещением мне хотелось бы всех поблагодарить за участие. И до новых встреч!